Hello, dear students. Our today's topic is letters and numbers, dates and times. Сегодняшняя наша тема буквы, номера, даты и времена. Letters. Буквы, первое значение, второе значение, письмо. На самом деле я должна останавливаться на первом значении, но так как вы уже знаете все буквы, я решила останавливаться на втором значении. Letters это письмо. У нас существуют разные типы письм, такие как Letters of Request, в котором мы просим о чем-нибудь, чьи Letters of Information, просто пишем новую информацию. Letters of Advice, когда советуем Letters of Making Statitions, Recommendations. Когда выражаем свои предложения и рекомендации, Letters of Complaint, когда жалуемся, Letters of Apology, когда извиняемся, Letters of Application, когда пишем заявление, Letters to the Editor, Authorities, письмо к редактору или к высшим членам организации или государства. Такие письма должны состоять из таких частей, такие как Первое. Appropriate greeting. Соответствующее приветствие. То есть мы соответственно обращать, соответственно должны обращаться к человеку, который мы обращаем, которому мы пишем. Dear, дорогой Dear, Miss Crowley, то есть титул человека и потом имя. Либо титул и имя, либо имя и фамилия. Вот так. Если мы пишем только имя, это будет неофициальный, неформальный тип письма. Поэтому лучше написать либо с титулом, или имя и фамилия. И потом мы не должны забыть поставить запятую. Следующая вступительная часть, вступительный параграф, в котором мы пишем свою причину, почему мы пишем это письмо. Третья. Main body. Основная часть письма, в котором, что привело к написанию этого письма, и что изменится после этого письма, что мы ожидаем, что мы ожидаем в этом письме. Ди. Конкуржен. Заключительная часть письма, в котором мы должны писать наши надежды. Мы надеемся о том, что мы надеемся после этого письма. И в конце an appropriate ending. То есть соответствующее заключительное слово с уважением. Да, мы пишем в русском языке. You are spacefully, you are sincerely. И потом вот это подходит к... Мы можем считать эквивалентом с уважением. You are spacefully или sincerely. Плюс и полное имя. То есть имя и потом фамилия. Если понятно, продолжим. Здесь вы можете увидеть пример письма. Вот. Dear написала. Если вы не знаете имя, имя и фамилия, просто титул. С титулом можете обращаться. Sir or modern. Вот. Запятая вот здесь поставлена. И это было greeting. И вот. Introduction. То есть причина. Причина письма. I am writing to you I'm sorry here to I missed I'm writing to you to ask to transfer our lesson to telegram. Я пишу вам, чтобы попросить, чтобы вы изменили наш урок в телеграмм. Да, в телеграмм. То есть чтобы вы провели и чтобы вы ввели урок по телеграмму. То есть это ваша цель. То есть это letter of request. Просьба. И здесь полностью детально вы описываете вашу ситуацию. Почему вы спрашиваете. да, и что к чему это приводит. Since the network is a problem in most of our living places, it would be better to have lessons via telegram. If we establish this pattern of the lesson, we would participate better not only in your lessons, but others as well. То есть так как связь проблема большинство из нас зачастую из нас было бы хорошо, чтобы было бы хорошо, если уроки вели в телеграмме. Если мы установим такой тип урока, мы бы участвовали получше не только в ваших уроках, в ваших уроках, но и у других. И это была основная часть письма. I hope you will take into consideration all of your best. Я надеюсь, что вы имеете ввиду нашу просьбу. Это была заключительная часть. И в конце sincerely то есть с уважением это заключительное слово имя и фамилия. Вот. is an appropriate style of writing standard letter. Now, let's talk about numbers now. We have cardinal numbers and ordinal numbers. То есть у нас существуют числительные, да, различные количественные числительные, и порядковые числительные. This is количественные числительные and this one is порядковые числительные. То, что вы считаете 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, and 100 is 100, 1000 это 1000, это значит, что количественные числительные. Ordinal numbers порядковые числительные, они 1, 2, 3, 4, 5, они тоже легко образуются, но вы должны запомнить 1, 2, 3, потому что они по-другому образуются. first это как пишется о сокращенном виде first sd добавляться, второй second and d and third rd добавляться. Вы должны запомнить все вот эти три окончания. Ну, как бы они исключения. Но с четвертого уже одинаково образуются. Только мы должны добавить th окончания. И мы образуем порядковые частители. fourth, fifth, sixth, seventh. Остальные вот в таком виде продолжаются. Days and times. Дату можете выражать с помощью типа варианта. September 9, 9 сентябрь или ninth of september. Это тоже дает одно и то же значение. Одинаковые значения у них. October ten. Tenth of October. Вот. Time. Let's talk about now time. We have am and pm. У нас существует am and pm. по-моему вы часто видите yam and pm в книгах. И yam это значит с 12 часов полночи до 12 часов обеда. А pm значит с 12 часов обеда до 12 часов вечера. полночи. Потому что в англичат не существуют часы такие как 13 14 15 как у нас. Поэтому они различают с помощью am and pm. And telling the time. Как мы спрашиваем время. What is the time? Сколько времени? Для который час? It is вы должны говорить сначала it is потом час. Eleven o'clock. И вам не обязательно всегда употреблять слово o'clock. Если хотите употреблять и если нет не обязательно. Eleven ten это очень легко час. То есть один десять eleven fifteen один надцать пятнадцать и второй вариант существует quarter past eleven четверть прошел одиннадцати eleven thirty одиннадцать тридцать либо полудвенадцатого или да полудвенадцатого how past eleven eleven forty two одиннадцать сорок два это легко eleven forty five легко но второй вариант существует quarter to twelve без четверти двенадцать eleven fifty одиннадцать пятьдесят I'm sorry here fifty fifty это моя ошибка fifty и второй вариант ten to twelve без десяти двенадцать вот это была сегодняшняя тема по-моему это не сложно очень легко я надеюсь что вы загрузите свою homework on time on Friday yes thank you for your attention goodbye